В эфире телеканал РБК Уфа региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. В студии Максим Окунев. Здравствуйте. Начнем выпуск с паводковой обстановки в регионе. Уровень воды в реке Белой за сутки опустился более чем на полметра, а в Деме на 16 сантиметров. В целом специалисты фиксируют завершающую фазу половодия. По данным управления МЧС, по республике сегодня подтопленными остаются более тысячи придомовых и приусадебных территорий и семь участков автодорог в Уфе, Уфимском, Чешминском, Давликановском и Белорецком районах. За сутки сняты с контроля 230 участков и три автодороги. У нас на больших реках вода уходит. Соответственно, те подтопления, то есть это Дема и Белая, идут на снижение. У нас участки освобождаются. На сегодняшний день наблюдаются колебания и незначительный спад на реках Республики Башкорстан. Это мы можем видеть на гистограмме. У нас есть незначительный рост на горных реках Республики за последние трое суток. В среднем течении наблюдается снижение. На сегодняшний день в Республике также введен особый противопожарный режим. С начала года в Башкортостане зафиксировано более 3000 возгораний. 460 из них из-за воспламенения сухой травы. В огне погибли 105 человек, из них 6 дети. За последние сутки зарегистрировано 43 пожара. В большинстве случаев причиной является неосторожное обращение с огнем. И к другим темам. В Башкортостане производители подсолнечного масла и сахара получат субсидии на покрытие части затрат. Всего из федерального бюджета на эти цели направлено 372 миллиона рублей. Сумма регионального софинансирования составит 1 миллион рублей. Об этом на заседании президиума правительства сообщил министр сельского хозяйства Республики вице-премьер Ильшат Фазрахманов. Так, для производителя подсолнечного масла субсидия составит 10 рублей за каждый литр. Цена при этом не должна превышать 95 рублей. Производители сахара получат по 5 рублей за каждый килограмм при цене реализации до 36 рублей за килограмм. Пока 372 миллиона нам выделено, идет сегодня пересмотр, уменьшается сумма на сахар и повышается сумма на подсолнечное масло в зависимости, сколько мы произведем. Как вы сказали, до конца недели мы должны заключить соглашение. На сегодняшний день в Республике функционируют два крупных предприятия по производству подсолнечного масла. Это Кумертауский элеватор и Чешминский маслоэкстракционный завод. А также два сахарных предприятия в Мелиузе и Чешмах. Напомню, ранее правительство страны продлило срок сдерживания цен на сахар до начала июня и до начала октября на подсолнечное масло. В Башкортостане обнулят ставку налога на имущество на инвестиционных площадках, а также снизят арендную плату за пользование землей, которая находится в государственной собственности. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на совещании правительства республики. Кроме того, власти региона прорабатывают механизм, который упростит для предпринимателей доступ к льготному заемному финансированию. Также предусматривается увеличение количества офисов «Мой бизнес» в городах и районах республики. На сегодняшний день их насчитывается шесть, а охватывают они почти 125 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Отмечу, что в этом году на поддержку предпринимательства в регионе направлено почти 135 миллионов рублей. Задача в целом, система поддержки предпринимательства, это начиная от предпринимательских часов и заканчивая мерами поддержки. На местном муниципальном уровне в основном это меры поддержки такие, которые дают возможность понимания предпринимателям, что для них делается больше, чем для кого-то ни было, потому что они находятся на острие развития экономики. А экономика у нас сейчас в сложном положении находится, как и во всем мире после пандемии коронавируса. Напомню, власти региона к 2024 году планируют увеличить портфель инвестиций до 650 миллиардов рублей. Для этого, по словам вице-премьера, министра экономического развития Рустама Муратова, ежегодное освоение капиталовложений по проектам должно составлять не менее 100 миллиардов рублей. Прийти к этим целям в правительстве намерены в том числе и за счет увеличения субъектов МСП. Отмечу, что на данный момент 40% всех инвестиций в регионе приходится на малый бизнес. Объем грантов главы региона на финансирование проектов некоммерческих организаций может составить в этом году почти 165 миллионов рублей. Об этом сообщили в Фонде развития гражданского общества. Бюджет конкурса от Башкортостана составит 90 миллионов рублей, но, кроме того, регион участвует в конкурсе по софинансированию расходов на оказание поддержки НКО. В республике одобрена предварительная заявка на почти 75 миллионов рублей. В случае одобрения со стороны Фонда президентских грантов бюджет проекта будущего конкурса будет суммирован с региональным. Изменился и порядок предоставления грантов. Теперь участниками конкурса могут быть только социально ориентированные некоммерческие организации. При этом они к моменту подачи заявки не должны иметь задолженностей по налогам, по возврату в федеральный и региональный бюджет ранее полученных грантов и субсидий и не находиться в стадии ликвидации и реорганизации. Срок приема заявок увеличился от 20 до 30 дней. Этот процесс начнется уже в мае. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК.